Привет, привет, здрасьте! Это небольшая залипрушка на пару минут. Сегодня я хочу попробовать уложить этот лист в 100 или больше слоев. На этом лазерном принтере хотелось бы это сделать на струйном вот на таком. Вот такой принтер может печатать параллельно головке, то есть стол ходит параллельно и не загибает в барабан, как на лазерном принтере. На этом принтере печатали шапки для CD-DVD дисков, но к сожалению картриджи высохли. Конечно же у данного принтера нет ACZ, чтобы с каждым слоем спускать, тем самым наращивать новый слой. Ну да ладно, давайте попробуем убить один лазерник и все таки я может быть добьюсь на рост слоев, как например на 3D принтере. А вдруг может быть на миллиметр, сомневаюсь. Давайте попробуем. Около 100 слоев, а может быть и больше. Я нанесу вот этим незатейливым логотипом. Узнали откуда он? Давайте приступим. Что-то не хочет печатать 100 слоев. Ну да ладно, воспользуемся вот таким молодым счетчиком и будем каждый раз прибавлять. Буду ставить по новой на печать. О принципе работы лазерного принтера, о том как тонер прилипает бумаги под воздействием статического электричества или как лазер создает незаряженные зоны. Конечно же я вам не буду залечивать. Задача этого теста заключается в том, чтобы попробовать нарастить слои. Ну должен же каждый прогон через камеру увеличить печатающий слой хотя бы на несколько микрон. Конечно же механизм лазерного принтера не позволит напечатать деталь даже в сантиметр. Но все равно это уже пишище для ума, скажем так для будущих технологий 3D печати. Например в принтере со струйным исполнением я вполне вижу потенциал. Тут нужно заполнять чем-то вроде клея или лака, где каждый наносимый слой будет застывать в считанные секунды. Ну и конечно же нужно отработать ось Z. А ты видишь перспективу в такой печати? Ну что на 50 слоях уже видится возвышение, прям как на 3d принтере. Но это 50 слоев, а я же захотел 100. Поехали дальше. Интересно, а выдержит ли сам аппарат такое пренебрежительное насилие? С каждым слоем логотип преобразуется из двухмерной плоскости в трехмерный объект. Да, кстати, когда с печати выходит листок, я начинаю ставить по новой печать. В динамиках слышно какие-то непонятные щелчки. Скорее всего лист до того наэлектролизован. Что может влиять на рядом стоящую электронику? Вот так магия! В общем вот такая забавная печать получилась. Не знаю насколько в этом видео видно, что все таки логотип стал трехмерным. Как тебе такой расклад? Слои напечатались почти в миллиметр. Жаль микрометра нет. Листик немного тяжелее чем вот этот. Давайте проверим принтер, а работает ли он вообще после такого безобразия. Запустим на тест. Ну все отлично! Принтер работает! Где-то слышал что тонер токопроводящий. Давайте замерим насколько он диэлектрик. Конечно тонер оказался на 100% диэлектрик. На мегаомах он показывает нулевое значение. Естественно при проверке на коротыш то же самое. Ну и конечно же прочность модели оставляет желать лучшего. Думаю что на твердой поверхности были бы другие результаты. Интересная тема получилась. А что ты думаешь по этому поводу? Оставляй печатай буковки под видео. Давайте уже попробуем умотать этот принтер. Давайте попробуем например напечатать вот на этом светоотражающем экране от ЖК телевизора. Поправлюсь. Это один из нескольких рассеивающих фильтров. И сделан он из полимера. Да еще и покрыт каким-то глянцевым составом. Ну по любому же на таком нельзя печатать. Не стесняйся пиши еще на каких материалах можно попробовать напечатать. Настоль как оказалось всеядным лазерным 3d принтере. Ну надо же мне его умотать. Так сказать привести барабан аппарата в точку невозврата. Отпечаталась. Представляете на какой-то пластиковой глянцевой шняге. Вот это да! Не стирается ничего. Вообще классно. Давайте попробуем может быть на пэт от бутылки. Как получить лист из пэт бутылки я думаю вы уже знаете. Ну а кто не знает показываю. Нужно разрезать бутылку и удобным для вас способом натянуть на то что попадется под руку. Чем больше у вас будет точек крепления тем лучше произойдет усадка пэт материала. Я часто развлекаюсь с этими мусорными бутылочками. Например уже пробовал делать балку. Кто не видел ссылочка должна быть сверху. Лист конечно в плоскости не совсем ровный и ну очень твердый. Да я вообще удивлен как пэт смог получить положительные заряды чтобы притянуть тонер. Да конечно отпечаталась. Ну фуфлыжненько. Давайте уже извратимся и попробуем на линолеуме. Хотя он толстый вряд ли залезет туда. Да линолеум оказался очень толстым. Захват не может его затянуть. Ну что вот такие эксперименты получились. Понравилось вам или нет оставляй буковки под видео. Да можно печатать и на пэт и на какой-то фигне. И даже можно набрать миллиметровый слой вот так-то. Но я с тобой не прощаюсь. Не болей и храни тебя Господь. До встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое не отмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok